Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Главное» начинается. И я с вами, Сергей Скрипник. Сегодня у нас в гостях Павел Григорчук. Я думаю, уже не надо представлять, потому что он борется за правду. В нашей бедной несчастной стране господин Руденко, правильно я произнес? Да, адвокат. Тоже старается бороться, но не знаю, что еще получается. И мы это все услышим в нашей программе. Программе, в которой я могу сказать так. У нас законы есть. Законы для избранных и для остальных. Примеров много. Назову один самый удивительный, который у нас образовался в Молдове. Это закон имеет обратную силу. Особенно, что связано с оплатой по энергоносителям. Вы не заметили? Ну, смотрите, сейчас тоже цены поднялись. Только с первого июня оказывается. А сегодня у нас июль месяц. А я уже не буду говорить о тех уголовных делах, по которым за петуха украденного человек сидит пять лет. Сидит не под домашним арестом. Он даже не успел этого петуха съесть. Но успел сесть, потому что не мог занести сармак, как говорят. Ну, тогда перейдем к нашим, как говорится, поросятам. Вы поняли? Можно разделить по рассядам. Да? Если вы поняли, что я имел в виду. У нас изменения начались? Или этих изменений, в лучшую сторону, не ждали от наших правоохранительных органов, а также судейских, как их называть, вершителей не судеб, да? В лучшую сторону. Павел. Ну, очевидно, что есть люди, которые говорят, что у нас вообще уже наступили хорошие времена. К сожалению, их, мы можем честно сказать, их нет. И в юстиции в том числе их нет, и во всей правонарушительной системе. Правонарушительно, потому что правоохранительный, просто язык не поворачивается ее назвать. Те же самые судьи находятся, которые все последние 30 лет брали взятки, которые служили и Плохотнюку, и всем прочим олигархам. Они находятся на месте, как они преследовали незаконно, выносили приговоры, политически мотивированные приговоры. Также они сегодня продолжают находиться в своих судейских мантиях, жить в своих роскошных домах, в своих дорогих автомобилях и так далее. И, кстати, вот они не заботятся о том, что задним числом в нашей стране вновь повысили тарифы. Они не следят за тем, сколько стоит у нас бензин. Они только следят за тем, вот какое дело скоро пройдет, хлебное в процессе, и сколько они получат взятку за то или иное дело, к сожалению. От этого у нас, к сожалению, и продолжается беспредел в стране. Потому что пока не будут равные, понятные, внятные правила для всех, то есть законы, пока не будут правовые механизмы работать, как слаженная немецкая машина, мы будем продолжать дальше наблюдать беспредел. Схемы будут у нас и дальше. Нас будут обворовывать там задним числом и тарифы поднимать, и что угодно делать. Скоро уже, наверное, додуматься, там, вы проехали часть дороги, да, там была скорость, там, нельзя превышать больше 50, да. Это, оказывается, когда вы проехали, там, поставили новый знак. 30. 30, да. И оказывается, что вы уже нарушили. Вот примерно так у нас происходит. Это все происходит, потому что в стране нет закона. Нет, закона есть. Есть только закон, у кого толще денег, толще кошелек, у кого больше денег, тот и прав. И у того больше справедливости, и он добьется правды и в суде, и полиция будет на его стороне, и органы прокуратуры. К сожалению, в последнее время складывается именно такое впечатление. Было бы хорошо, чтобы я заблуждался, но мы все прекрасно видели, как не так давно, на прошлой неделе, проходили обыски у бывшего министра внутренних дел Жиздана, которого обвиняют всего-то в незаконном обогащении, да. Это все, на что смогли там накопать наши правоохранительные органы. И он наделался легким испугом. Его даже не задержали. Он, оказывается, не может повлиять на суд, он не может повлиять на следствие, он не может повлиять на свидетелей преступления, которым он криминирует и так далее. Все то, что говорили нам, говорят всем прочим, другим, там, тысячам заключенных, которые находятся в тюрьме, которые там, не знаю, украли курицу, и они находятся под арестом. Я не буду вычислять. Украл батон на Нару, украл миллион на Канара. И вообще, что предъявляет этому Жиздану? Всего-то то, что он имеет дом, там, незаконно обогатился, это все, что можно накопать на него. У на этого полица, у которого по локоть в крови руки, да, который был, ну, стал таким беспредельщиком, который имеет отношение к одной из заправочных станций, сети заправочных, да, которую они рейдернули вместе со своим другом из полиции. Вот эти вот оборотни в погонах. Ну, оборотни, ну, я скажу так. Хотя они не оборотни, они, скорее, гомосексуалисты в погонах, знаете. Вот по-другому их просто нельзя назвать. И они остаются безнаказанными. И где вот, где наша реформа юстиции, где наши честные суды, и где наша новая прокуратура. Вот сняли Стайногла, да, он был самый ужасный генеральный прокурор, оказывается, да. Вот сегодня прошел суд по новому делу, в котором Стайногла находится на скамье подсудимых. А знаете, кто в качестве потерпевших там выступает? Давайте. Верил в мораль. А, вы не знаете. Он у нас самый пострадавший, вот этот он. Хотя он не пострадавший, он терпилует, терпилует. Потому что от этого мерзавца пострадало очень много людей. Очень много. И сегодня он у нас пострадавший. Видите ли, на какой-то пресс-конференции Стайногла какие-то его персональные данные озвучил. И поэтому возбудили уголовное дело. Ну, это просто издевательство. Сейчас, сейчас, сейчас. Это просто уже издевательство. Я спрятуюсь и спрошу адвоката. У нас видео и аудиоматериалы не считаются доказательной базой, да? Нет, считается. Для судей? Считается, смотря в каком контексте они были изъяты. То есть, как их добыли. Если их законным путем, то их приобщают дело. А если не законным путем? Ну, это для прессы, для общего обсуждения. Понял. Значит, МВД не занимается преследованием тех лиц, которые выложили видеоматериалы в сети, где страдает репутация людей, да? Смотря откуда они. Нет, подожди. У нас есть люди с фамилиями. Хотя бы тот же, который выложил разговор Дадона с Плохотнюком, да? И с этим вторым. Это же факт есть, да, видео? Есть, да. Есть. Есть, кто это выложил? Есть, да. Ему хоть и задали вопрос, откуда это? Ну, он сказал, конечно. Получил на почту. Получил на почту? На почту, да. Не знает от кого. Они проследили, как получил на почту, из какого? Я, если не ошибаюсь, было какое-то следствие по этому поводу. Насколько я знаю, то есть, опять же, из прессы. Хорошо. Детали к этому факту я. Когда, и я вам, как адвокату, задаю вопросы, извините. Когда на нашей железной дороге, да, поймали одного из руководителей. Железной дороги и были видеоматериалы оперативные, которые были у нас, каким путем, законным. Да? Да. Никто ответственности не понес. Это вы задаете риторический вопрос. Я вам, как адвокату, потому что вы, может быть, защитником, правильно, в первую очередь? Да, да, по сути, да. Насколько мне рассказывают сказки, что у нас состязательное между прокурором и адвокатами? Сказки, действительно. Не, ну, я это знаю лично. Скажите, как это возможно уйти от ответственности? В нашей стране? Да. Или в общем? В нашей стране. Ну, все просто, Павел, только что рассказал, как это происходит. Как? Большая часть из тех людей, о которых вы сейчас в книге говорили, это люди, которые участвовали в одной из организованных преступных группировок. Они все члены этой активной группировки, в которые входят прокуроры, судьи, министры, депутаты, политики, кто угодно в этой стране, которые имеют какое-то более-менее влияние. Вот они друг друга и прикрываются. Каждый на своей должности, каждый как умеет, как может. Вот эта ситуация про железную дорогу, вот как бы вот об этом. Это их не человек. Это пример просто. Я могу еще много примеров. Ну, их сотни, я знаю, то есть я в многих делах уже участвовал. Если даже не тысячи. Вы знаете, вот слушая вас, Павел, и вашего адвоката, у меня создается такое впечатление, что из зон, где содержится заключенное, и суды – это одно и то же. Объясню почему. Суды ищут богатеньких, на зоне ищут платежеспособных. Как-то одинаково. Вот так если сложить, да? Ведь просят там в отряд, в семью человека, который пошел по каким преступлениям? Экономическим, правильно? Значит, его прибивают поближе, начиная с тюрьмы, да, ищут, кто сладкий. Так и получается у нас судебная система такая. Ну, я не знаю, как. Я был в следственном изоляторе, на зоне я не был, поэтому не могу осудить. Но то, что такой именно принцип работает в органах прокуратуры, в полиции, в судах, безусловно. Безусловно. И это, ну, в этом мы можем убедиться, когда мы видим, когда у Павла Филиппа проводят обыски, у бывшего премьер-министра, да, которого там обвиняли. Ночное правительство, узурпация власти там и так далее. Его даже не задерживают. Уже с дана проводят обыски, которые руководил полицией, которая совершала беспредел, преследовала, незаконно прослушивала, который обогатился, имея там заправки и так далее, через своих подставных там коллег, бывших по полиции, да. И что мы видим? Он в тот же день публикует посты, что он там, что он добьется справедливости, у него все будет хорошо. До этого мы приводили примеры в предыдущих передачах, и я еще раз упомяну об этих персонажах, о вот этих депутатах-перебежчиках, которых с помпой брали, значит, проводили обыски. Проводили, кстати, у многих обыски, не только у пятерых, которых задержали. Но задержали только пятерых. А остальные люди, у которых провели обыски, почему их не задержали? Передавали ли они деньги? Или, может быть, их какие-то родственники разрешали им вопросы? А почему Сережа, Сырбу, Витю, находясь на так называемом домашнем аресте, они сидят в гостинице «Луна», кстати, уже довольно-таки известное место на домашнем аресте. Знаете, когда я был на домашнем аресте, мне как животному прикрепили этот браслет, чтобы я не мог покидать территорию квартиры и так далее. Нельзя вас сравнивать. Что за домашний арест, когда люди находятся на террасе? Что это за домашний арест? Нормально, он попросил за тем, кто контролирует его передвижение, ему разрешили. Или, может быть, они уже не на домашнем арест. И снова «Луна», кстати, опять-таки. Очень часто почему-то там происходят разные такие интересные встречи, разных интересных персонажей, которые потом становятся героями наших расследований. Почему-то именно вот в этом месте. Тоже такой знак. А почему расследование на Западе, где у нас сейчас все наше руководство молится просто, так как мы под внешним управлением. А на Западе разговор двух политиков заканчивается или импичментом, или гудбай, политическая деятельность. Ну, знаете, на Западе есть много политиков, которые в случае каких-то таких скандалов, где всего лишь тень бросается на их репутацию, они сами уходят в отставку, они сами слагают свою полномочия. Так там журналистам разрешено, да, я скажу. Журналистам разрешено. Вот это незаконная видеосъемка и аудиосъемка. Им разрешено. Полиции не разрешено. Понимаешь? Из каких источников. Поэтому, когда выкладывают газеты, сети, сейчас же как? Выходит и бумажный вариант, и на сайте газеты. А здесь у нас просто будут людей закрывать, если такое будут выкладывать. Ну, знаете, сейчас, да, есть законопроект по этому поводу. Но без дезинформации очень сомнительный. Нет. Сомнительный. Ну, сомнительный со всех сторон, безусловно. Но здесь главная причина еще в том, что 30 лет люди, которые нами управляют, это люди с менталитетом не только политических проституток, да, почему они так легко продавались. Ну, это еще просто, ну, люди, ну, просто оничтожные изначально по своей сути. Если на Западе всего лишь тень сомнения бросилась на депутацию того или иного чиновника, и он сам ушел в отставку, то посмотрите, опять же, на наших депутатов-перебежчиков, которых Плохотнюк покупал. Все прекрасно понимают, что покупал. Известны суммы, стипендии ежемесячные, там, плюс процент от хлебных законопроектов и так далее. После того, как он их выкупил, никто из них в следующий созыв парламента не пришел. Только Сережа Сырбычева, там, ему удавалось какать, он потом еще несколько партий поделал и так далее. Да, он юрист, что поделал. А все вот эти перебежчики, они не попали в следующий парламент. Тем не менее, они не попали в том числе, потому что и народ их прокатил. И это показательно. Они спасли эти миллионы админресурсов. Но, тем не менее, вот народ, как бы изначально понимал, это предатели, за них больше мы не голосуем. Ни на одномандатных округах и так далее. Тем не менее, там, Загородный возглавлял агентство с какой-то там правительственной, да. Он, оказывается, один из лучших у нас менеджеров. Менеджеров, да. Там, этот Мэндру, Виктор, он возглавлял этот, не возглавлял, а работать сегодня советником правления Молдова, ГАЗ. Что он может там насоветовать? Или это благодаря его советам у нас... Он выборного штаба, который был руководитель. Наверное, он там научился. Ну, то есть, люди, которые... Не то, что они должны были сами уйти. Хорошо, они сами не ушли. Их люди попросили просто. Люди их в дверь, они в окно лезут. И они продолжают дальше оставаться в системе. Даже когда сегодня нет похотнюка. Вот тот же Мэндру до сих пор сидит в Молдова-ГАЗ. Получает басно-сновные деньги ежемесячно там и так далее. И у него тоже проходили обыски. Ну, ничего не нашли. И чем это закончилось? Ничем. А он, кроме того, что возглавлял штаб, он потом, когда перешел к плохотнюку, он получил ряд должностей, которые продавал. Его дети тоже работали в Молдову-ГАЗ. И сын до сих пор работает тоже на ничего делающей должности. А мы оплачиваем вот в эти тарифы, входит и его зарплата, и зарплата его сына, и все его роскошное, и вся эта коррупция, и все эти схемы. Мы продолжаем оплачивать. И поэтому у нас самая большая инфляция. Потому что в других странах инфляция есть. Она из во всех странах. Но она на порядок ниже. На порядок ниже. Даже не на порядок. На три. Берем Германию. Это локомотив экономики Европы. 8,5% они уже, как говорится, воют. А у нас, если честно говорить, не 30, не 37, а 40 уже. Можно это увидеть везде. У нас уже 40. Слушайте, детские сосиски, детские хорошие сосиски, которые стоили 115 леев еще несколько месяцев назад, сегодня они стоят 180 леев. Вот кормезовские, вот любой из зрителей может пойти в магазин, они стоили на 70 леев, на почти 70 леев меньше. Всего лишь за месяц они подорожали. Это цепная реакция. Как кормить детей с такими ценами? Как выживать старикам? Они и так выживали. Как им дальше выживать? А все это происходит из-за того, что, я продолжаю настаивать, это очень связано с юстицией. Потому что у нас нет закона, у нас нет порядка. И у нас, кстати, вот те, кто сегодня у власти находятся, они еще год назад говорили, что ежегодно Молдова на схемах теряет, государство, теряет около миллиарда долларов. Половина бюджета страны. Вот год прошел, где этот миллиард? Ну или хотя бы, хорошо, вы не смогли вернуть схему. Где эта схема? Хотя бы схемы покажите. Покажи чему? А мы их можем показать. И мы их показываем. Вот, пожалуйста, выгоните из Молдова газ вот этих мындру, выгоните всех из НРЭ вот этих плохишевских грабителей, которые грабительские тарифы нам устанавливают. Вот сейчас нефть на международном рынке дешевеет, по 20, по 30 долларов подешевела. Там из-за чего геополитика, другой вопрос. Она подешевела. А у нас бензин подешевел на 20 бань и вот сейчас обещают еще на 40 бань. Так радуйтесь. То есть, когда в разы нефть дешевеет, у нас всего лишь на какие-то копейки дешевеет топливо. Но зато, когда нефть дорожает на международном рынке, НРЭ быстро же находит аргументы, приводит нам формулу, почему мы должны снова платить дороже. Тогда я задам. И пока мы не наведем. Можно, что-то себе адвокату вопрос. У нас будет и дальше продолжаться этот бардак. Но такого продолжается 30 лет. А он не заканчивается. Да. Динамика разная просто. Динамика разная. Заработки сверхприбыли банков и топливных компаний растет. И люди тоже. Здесь спорить не надо. А вот вопросик был. Вот сейчас вы назвали Виталия Мендеру, да? Виктор, да. Виталия Тевосан. Ну, тоже молодо. И Виталия, и Виктора. Это одна шайка, лейка. Наверное. Я не знаю, судя по вашим словам. Но я задаю вопрос. Вы знаете, есть, например, в нацбанке люди, возглавляющие то или иное дело, должны проработать не менее пяти лет в банковской системе. Руководители Национального банка должны проработать десять лет. Да? То же самое в газовой. Конечно. И там, и там они на должностях, не соответствующих закону. Почему так происходит? Ну, у меня сложные газовые компании, которые являются так сказать. Нет, они должны иметь или образование, и проработать в этой системе. Ну, я не ошибаюсь, не обязательно. Да, ладно. Но последние директора об этом подтверждали, которые были. Молдова Газ, как бы никто из них в газовой системе ни дня не родился. Да, Василий Бодных тоже был великий специалист. Я не знаю, если есть это закон. Я не знаю, если есть обязательность. Они менеджеры эффективны. А нацбанк, знаете? Ацбанк, да, это государственное предприятие, которое, да, конечно, то есть капитал. Это... Ну, Молдова Газ, это тоже предприятие с государственным капиталом. Да, ну, как любят правительство части. Она более-менее коммерческая, не будем сравнивать с нацбанком. То есть это... Нет, подождите. Правила пишутся для того, чтобы их исполняли. В данном случае правила это в виде закона. Национальный банк, извините, возглавляет человек и некоторые из его заместителей, которые не проходят по этим критериям. Например... Веселый молочник, который еще называют. Правление банка, кто работает, да, председатель правления и его заместители должны иметь то же самое. А вот президент банка, который называют председателем совета администрации, ну, банка, то он не обязательно, чтобы он работает, потому что они не принимают решения, связанные с финансами. Скорее всего, то же самое и в Молдово Газ, в сфере газа. То есть тут... Ага, провели так. Да, тут я не вижу большой проблемы, на самом деле. Хорошо, а на Ре? Мы берем на Ре. Некоторые ушли, которых я лично знаю, да? Они еще имели образование. Остальные, которые сейчас пришли туда, ну, что сказать, по-моему, только один человек. Я не знаю, если у нас проблема в образовании. У нас, на самом деле, там очень много умных и грамотных людей. Не в этом проблема Молдавии, на самом деле. Да везде. Даже в той же юстиции, которую мы сегодня обсуждали. Людей так... У нас не проблема же невежества. Я говорю за руководство. Я никогда не говорю за тех, кто для руководства пишет что-либо. Нет. И даже руководство, на самом деле, у них высокий потенциал. У них не в это проблема, на самом деле. В чем потенциал? Их суть, они туда попали через коррупционную схему. То есть их туда назначили, отпала именно та группа преступная, в которой они находились. Вот в чем проблема. Но это не говорит о том, что они неграмотные. Они грамотные. Но у них направление другое. Они не работают на государственных учреждениях или на государство. Они на себя, на свою группу работают. Так было всегда. Так было все 30 лет нашей независимости. Значит, если я юрист, я могу возглавлять здравоохранение? Ну, у нас тоже такие прецеденты были уже. Уже были. Скажите. Это не только у нас. Я, между прочим, очень даже инициативный. Нет, для этого есть секретарь. То есть те люди должны быть именно с этой области. Которые пишут. Ты, как грамотный менеджер, ты можешь быть как бы министром юстиции, а никогда не быть юристом. Вот, например, господин Шалар был министром обороны. На секундочку, да, хороший? Да, на секундочку. В транспорте тоже. Вот сейчас он уже говорит, что мы должны встретить всю эту... Ну, он санитарный бассейн, он мог бы закидать ковидом кого-то. Закидать ковидом. Да, думаю так. Это и ближе ему как бы. Значит, лучше с желтухой. Потому что скоро воды, а у нас, между прочим, с водой напряженка была всегда, да, гепатит А, это от грязных... Знаете, у нас есть... Ладно, Павел, Павел, Павел. Можно я все-таки выскажусь, потому что это действительно важный момент. То, что вы затронули экспертную составляющую, которая не соответствует некоторым должностям, это действительно проблема. Когда там историк становится министром здравоохранения и так далее. Вопросы есть. К тому же Мынтру, он вообще, он и специалист по газу в Молдова-Газ, и специалист, он еще и в муниципальном совете о Демпартии, там он член юридической комиссии, он и юрист, и газовик. И до этого был партийным менеджером, там и так далее. И таких примеров можно приводить, но проблема, все-таки главная проблема, она заключается в том, что чаще всего люди, которые находятся на какой-то должности, государственной, чиновничной, или менеджер в какой-то стратегической компании с государственным капиталом, или госкомпании, неважно, это хлебная должность. И они ее используют для своего личного интереса, для интереса своего клана. Эти кланы, по сути, являются преступными группировками. Для мафиозно-олигархической какой-то структуры, если мы говорим о том же Плохотнюке. А мафида срастания с государством. И вот эта проблема, она должна, мы и ожидали, что она в течение этого года будет решаться. Потому что новая власть, которая сегодня находится, она нам это обещала. Они нам конкретно говорили об этом. К сожалению, что мы видим? В Наре люди Плохотнюка до сих пор находятся. Молдова-Газ, там вот эти депутаты-перебежчики, которые откупаются от прокуроров и остаются на свободе. И таких примеров очень много. Можно и дальше проводить. С металлферосом тоже непонятно до сих пор. Вроде, говорили, схема была, а оказывается, она и сейчас есть. Просто поменялись бенефицары. И лучше всего показывает вот это, то, что сломалась вот эта система, показывает и доказывает, что, к сожалению, те, кто находятся у власти, они уже причастны к этим схемам. Это показывает вот такой небольшой пример. К сожалению, о нем не говорили в СМИ. А вот у вас сегодня будет эта премьера. В начале года, несколько месяцев, почти три месяца, ни одна новая открывшаяся фирма молдавская, которая в Молдове открывалась, она не могла работать. Вот если вы бы открыли фирму с 1 января где-то до середины марта, вы бы не могли осуществлять предпринимательскую деятельность. По одной простой причине, что с 1 января вступили в силу новые стандарты к кассовым аппаратам, а без кассового аппарата вы не можете работать. Вы не можете кофе продать, если вы кофейню открыли, или товар отпустить, услугу какую-то оказать и так далее. А кассовых аппаратов под эти новые стандарты не привезли. И не привозили их, потому что решался вопрос, кто должен завести, кто должен дать откат в соответствующий кабинет и так далее. И предприниматели, как правило, это новые предприниматели, или те, кто открывает новые фирмы, которые взяли в аренду какие-то помещения, торговые площади, или цех какой-то для производства, или офис, неважно, набрали сотрудников, которые готовы уже работать, приносить благо обществу, платить налоги и так далее. Они не могут осуществлять свою предпринимательскую деятельность, потому что у них нет кассового аппарата. А фирма, которая должна была заплатить откаты и так далее, она что-то затормозила. И никто за это не ответил. В нормальной стране за это бы людей уже просто бы осудили, потому что они нанесли колоссальный ущерб обществу. И те, кто ввели эти стандарты. И почему, хорошо, нет новых этих кассовых аппаратов. Пусть люди на старых работают. Так люди молчат. А молчат, знаете почему? Потому что с этими кассовыми аппаратами и сегодня происходят проблемы. Они сегодня работают по интернету. Это хорошая технология, вопросов нет. Но проблема в том, что иногда интернет отключается из-за провайдера. Или свет отключался, интернет пропал. Естественно, аппарат какое-то время не работает. Когда интернет появился или свет включился, аппарат уже не работает из-за налоговой инспекции. Потому что налоговая блокирует его. Они видят, так он перестал работать, сигнал не поступает. Он блокируется. И чтобы разблокировать кассовый аппарат, нужно пойти в налоговую инспекцию. Нужно написать в ФИСКе специальное заявление, где специальный чиновник рассмотрит его. Вызовет какого-то технаря, который подключит этот кассовый аппарат. Это все время. А знаете почему люди нам жалуются, а не жалуются в налоговую инспекцию? Вот предприниматели, у которых есть фирмы, и сегодня у них есть вот эти проблемы. Ежедневно есть эти проблемы. У сотен предпринимателей. Знаете почему? Потому что они боятся жаловаться в налоговую инспекцию, потому что если они будут жаловаться, налоговики придут и будут их проверять. А проверки, знаете, как у нас проходят? Даже если у тебя все прекрасно, идеально, и не к чему подкопаться, вот так как проверка прошла, нужно хотя бы минимальное нарушение выписать и минимальный штраф вынести. Это только в Молдове такое может происходить. Да почему только в Молдове? И вот я вам привел пример, как государственная машина, вместо того, чтобы создавать условия для предприимчивых людей, которые создают рабочие места, которые платят налоги, несут какое-то общественное благо, государственная машина ради интереса каких-то барыг, которые завозят эти кассовые аппараты по договоренности и платят откаты в кабинетах, они остановили работу тысяч предприятий, потенциальных каких-то новых наших предпринимателей, которые могут раскрутиться, которые уже сегодня дают рабочие места. Как минимум, там, они работают, не знаю, и так далее. Это ужас, это просто ужас. И если мы сегодня просто не... Это мне напоминает... У нас просто все перевернуто вверх ногами, понимаете? Ничего не перевернуто, все высказано. Это схема. А при этом вернемся к проблеме юстиции, о которой мы кричим уже который год. При этом люди, которые... Вот видите, предприимчивые люди, которые пытаются что-то создать, что-то придумать, рискуют своими деньгами, инвестициями, загониться за работу или взяли кредит, им создают препоны, чтобы честно работать. А при этом контрабандисты, убийцы, участники государственных преступлений, такие как узурпация власти, тот же Цуцу, Дамир, Пензарь, Жездан и все эти прочие мерзавцы, они на свободе. И к ним нет никаких вопросов. А даже если появляются, приходят прокуроры, они затыкают рот этим прокурорам пачками евро и остаются на свободе. И все эти депутаты-перебежчики, все остаются на свободе. Опять же, не всегда так. Не всегда не пойдет, это же одна группа лиц. Они не оплачивают свою свободу или закрытие своих дел. Это же одни и те же... Это левые оплачивают, но тоже богатые. Да, это та же группа. Понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас сказали о кассовых аппаратах, между прочим, я замечу, потому что я постарше, да, и в бизнесе давно. Это не первый случай, это первое. А вы помните с водомерами, что было? Да, конечно. Знаешь, как граждан, водомеры только такие. Снимали водомеры, напрямую соединяли, нельзя людям не давать воду, и считали посредними. Средними. Самый большой месяц. Не средний, а самый большой месяц. Самый большой месяц. Ну, это по-среднему они так говорили. Вот, например, у меня семья из четырех человек. Да, мои дочки вышли замуж, мы живем вдвоем, значит, потребляем меньше. А мне писали, как было, допустим, в сегодняшний месяц. Это было, есть и будет. А вот у вас неправильная позиция, такая примирительная к этой ситуации. А это не примирительная. Это было, есть, будет. Вот нельзя с этим мириться. А кому нельзя с этим мириться? Против этого нужно бороться, нужно выходить, нужно спрашивать с этих ответственных людей. Отлично. Отлично сказано. У нас принято так в Молдове. Менеджер государственного обвалил свое дело, его сняли и направили на другое дело, чтобы он продолжал обваливать. Потому что всегда я смущался, я это неоднократно говорил в своих передачах. У нас государственные компании банкроты. Да? А менеджеры те же. А им причем получают огромные заходы? От 140. Вот так получается. Потребление воды у нас самое высокое в Кишиневе. Я беру за Кишинев, да? Откуда они взяли эти цифры? Ну, у нас еще там они списывают очень много на потери, так называемые. Но если вы представляете, вот вы адвокат, представляете мне услуги, я могу требовать от вас действий тех или иных? Конечно, я обязан их представить. Так же, как и мы должны требовать, мы должны требовать поставщиков на услугу. Но попробуйте связаться с нашими по воде и потребовать компенсацию за потери. Я более скажу, в судах выиграть у АПА-канала это почти практически невозможно. Это монополист. А наш монополист электричество? А то же самое. Та же история. Та же история. Выиграть в суде это просто нереально. За услуги я прошел... Телевизор, тоненький такой, да, сгорел. За счет перепада они говорят, вы должны были ставить защиту. Я говорю, у меня и защита сгорела. Потому что импульс был. И это наши телезрители прекрасно знают по себе. Но уйдем на рекламную паузу. Рекламная пауза. От КГБ работа. Вот видите, какая у нас тема. Секретные сотрудники у нас в Молдове везде. Потому что они охраняют секреты власти. Скандалов не будет. Все засекречено. Да нет, все известно. Министр финансов объяснил, для чего нам нужны кредиты. Чтобы спасти национальную валюту о девальвации. А до этого сказал наш гувернатор, нацбанка. Вы знаете, что такое о девальвации? Это сегодня стоит 20 евро, да, допустим. В течение месяца 38. Когда украли 1 миллиард, да, почему-то у нас стоимость валюты резко повысилась. И я не слышал по сей день обоснования. За счет чего это повысилось? Это была спекуляция. Нет, там, наверное, еще... Если бы была спекуляция, если бы этот миллиард возвратили, когда было по 25 евро, если помните. Это из-за вывода средств из Молдавии. Поэтому мы ввели доллары, миллиард. Я говорю, можно было возвратить миллиарды, заработать 500 миллионов. Мы можем бесконечно говорить о краже миллиарда. Уже вот скоро 10 лет будет. А власть не говорит ничего. Можем говорить о схемах. И мы будем продолжать об этом говорить. Вот мы сейчас... Ваша организация. Наша организация. Напомните, как ваша организация. Право на справедливость. И мы вот сейчас, кстати, готовим расследование по депутатам-перебежчикам. Мы привлекаем и представителей из других стран. Потому что наши депутаты-перебежчики, они такие, как лягушки-путешественники. Они везде нас следили. Наши информаторы, кстати, они сотрудничают в том числе и с послами, кредитованными в Молдове. Но мы можем бесконечно вот так вот говорить, раскрывать. И все будет заканчиваться в самом таком худшем для них случае, что какой-то прокурор придет и их в очередной раз обезжирит. Вот этих коррупционеров, к сожалению. И вот в этом наша проблема, что у нас нет в стране неотвратимости наказания. Вот пока никого не посадят за... Вот вы говорили за воду в АПКанал. За АПКанал, за растраты, вот эти все схемы, которые там происходят. Или за то, почему у нас есть такое предприятие «Энергоком» государственное. Почему-то без него ничего не обходится. Вот есть термоэлектрика, ТЭЦ, да, термоком. И есть «Молдова-газ». И вот почему-то без посредника «Энергокома» они ничего не могут купить. Вот почему термоэлектрика не может купить газ у «Молдова-газа» без «Энергокома». Почему то же самое «Энерджи» не может купить электроэнергию у производителя. Обязательно нужна вот эта прокладка «Энергокомовская». Нет, ну ее готовят, Паша. «Энергоком» скоро станет вместо «Молдова-газа». «Молдова-газа», скорее всего, не будет. И вот пока не посадят конкретного человека, который хотя бы хоть за какой-то, за миллиард, ну хоть кого-то уже посадите в этой стране, никого не сажают. Все откупаются. Просто все. Пока не будет ниотвратимости наказания, беспредел будет продолжаться. Поэтому я говорю, что мы должны прежде всего начать с юстиции. Если вы хотите, чтобы работала экономика, чтобы чиновники боялись закона, исполняли его и служили народу, то они должны бояться диктатуры закона. Вот диктатура закона. Вот что такое правое государство. А пока у нас законы как бы есть, но их всегда можно обойти, но вообще они есть только для бедных людей, которыми набиты тюрьмы. Вот это правда. То мы не будем жить в нормальной стране. Вот почему я разоблачаю всех этих гадов. Вот почему я злюсь, когда же с дона даже на 72 часа не закрывают. Что за уголовное дело? Пришли, посмотрели, что у него там дома есть, взяли конверт и ушли. А вы не думаете, что вам подросли какое-то взрывное устройство в квартиру или в тех местах, где вы бываете? Между прочим, будет с отпечатками ваших пальцев. Не боитесь? Ну, мне уже там подбрасывали кавканевцы. Не, говорю, с вашими отпечатками пальцев. Подбрасывали, ну не мне, там в какой-то сарай, там, гранатометы. Вот это одно. С вашими, я говорю, с отпечатками пальцев. Пусть подбрасывают, что хотят. Люди прекрасно все видят и прекрасно все понимают. И молчат. А в этом проблема, что молчим. Но мы молчать не будем. Хотят подбросить взрывчатое вещество. Не, например. Мы и после взрыва будем их преследовать и будем их доставать. Я имею в виду попытки совершения террористического акта против государственных действий. Знаете, в чем их проблема? Что если они будут делать такие провокации, вот подобного рода провокации против людей, которые выступают такими разоблачителями, да? Это может стать такая еще пропаганда этих методов, к сожалению. Потому что люди сегодня уже настолько злые, они уже готовы чинить самосуд, что если им еще показывать, что вот можно там какими-то такими нехорошими, на мой взгляд, методами пытаться добиться справедливости, они могут к этому прийти. В условиях чрезвычайного положения, да, что может грозить любому человеку? Потому что ужесточаются законные, не дай бог, введут военное положение. Тогда вам рот точно закроют. Нет, ну нагнетаем почему-то, я не вижу. Не, а что нагнетаем? Я говорю, чрезвычайное положение, принятие этих законов, которым они должны контролировать, любое высказание. Знаете, а у нас, наверное, уже нужно ввести военное положение. Знаете, почему? Почему? Потому что сумма ущерба, которая наносится народу ежедневно, и те цены, которые у нас беспредельно растут, и те разрушения, которые происходят в нашей экономике, жизни, когда тысяча лей у тебя уже сегодня, это по сути 600 лей, по большому счету, а еще полгода назад это было тысяча лей. И огромная инфляция, даже в Украине, где сегодня происходят боевые действия, там инфляция в несколько раз меньше. А в Молдове мирная жизнь, но результат как после войны просто происходит. Может, действительно уже нужно военное положение ввести, получается? А вот я спросил. Может быть, у нас действительно просто идет война против народа, и уже нужно ее актуализировать? Я считаю, что эта власть все-таки не так страшна, как была та власть, которая убежала сейчас на Кипр. Проблема не в власти, проблема в том, что система осталась старой. Те же чиновники, те же судьи остались, те же прокуроры. Я понимаю, я знаю, о чем ты говоришь, мы с Ангелем уже 5 лет. Да, самое важное, что есть в юстиции, это доверие юстиции, судьей и прокурору. Это самое важное. Что происходит у нас? Вот 5 лет мы говорили, называли по именам и прокуроров, и судей, не только мы это делали, и в власти то же самое. Власть, которая сейчас есть вместе с министром юстиции и с председателем юркомиссии, называли этих судьей и прокуроров по именам. Да, они называли Верела Мораря таким прокурором, а сегодня они с Верела Морарем борются против коррупции. И с его шестерками, и с его финами, и куматами. Тех, кого мы называли 5 лет преступниками, сейчас продолжают работу. В системе юстиции. Тогда получается, власти, которые называли их преступниками, а сегодня с ними работают, это просто балабола. Ну а кто они? Знаешь, какой самый большой порог? Если ты называешь их преступником, то ты дальше с ним не будешь работать. Какой самый большой порог у человека? Это трусость. Он самый большой порог, который не позволяет нам принимать правильное и верное решение в свое время. Вот наша власть, к сожалению, она, я не хочу говорить, что она некомпетентная, она не знает, что делает. То есть, примеров есть очень много для реформы юстиции. Та же Грузия заканчивая Албанией, Украина кое-что делала по этому поводу, и румыны тоже. То есть, есть где подпитаться информацией и понять, что можно сделать в Молдавии, применить у нас. Наши власти, не только эта власть, а абсолютно все. Мы уже 20 лет пытаемся реформировать нашу юстицию. 20 лет. Но ее можно смотреть на реформу юстиции, на Молдавскую как на огонь. То есть, вечно. Ну, так она у нас была. Они, придя к власти, искренне хотят ее изменить. Ну, искренне хотят. Потому что я знаю очень многих ребят спас. Они на самом деле хотят, хотели и, может быть, и сейчас тоже еще хотят изменить что-то в этой стране, реформировать эту юстицию. Но приходит время, когда надо думать о выборах. А это приходит на второй день, после того, как ты сел в кабинет свой. И появляется мысль. Да, реформа юстиции. Да, мы должны капитально все менять. Да, мы должны под корень все очистить. Это радикальные изменения. Что будет после этого, когда мы начнем все это, они не знают. То есть, вот этот момент непонятия, что будет дальше, после того, как мы начнем эту реформу жесткую, правильную, которую мы хотим это делать, заставляет нас задуматься. А успеем мы это сделать за 4 года? Даже не за 4 года. Потому что через 2 года местные выборы, через 3 года президентские выборы, потом парламентские. То есть, уже начинается предвыборная кампания на второй день. И, начиная вот такую глубокую реформу, они понимают, что мы не знаем, что будет на второй день, пусть только мы начнем ее. Поэтому начинаются полумеры, начинаются паузы, начинается то, что они делают вот сейчас. К сожалению, они создают от трусости. И это, как вам сказать, чтобы можно было выразиться публично, это не вид о том, что они стали такими же, как и те, кто были раньше. Мы просто с самого начала были такие. Они на пути к этому. Они с самого начала были такие. Вот чем труслие нация, тем она беднее. Вот здесь стоит посмотреть, всемирная история. Вот нации, в которых подавляющее число было трусов, вот они жили всегда нищие и бедные. Они всегда были рабами. Вот мы, к сожалению, в Молдове показываем вот этими нашими полумерами, этими действиями. Постоянно кто-то смотрит на восток, кто-то на запад, кто-то на юг, на север. То есть, мы чего-то ждем постоянно. А вот сделать шаг вперед, да, взять на себя ответственность, все риски, а вот этого не хватает. Мы должны сегодня пойти и выгонять судей прокуроров. Я так понимаю. Я не об этом говорю сейчас, Паш. А мне кажется, что уже мы действительно поймем. Это человеческий фактор, к сожалению. Мы сами показали, что мы могли сделать за 30 лет. Ничего. Мы всю разрушили. Что мы построили? Заправки. Мы построили суды. Мы разрушили школы и университеты. У нас нет этого. У нас больше судов, чем новых, чем больниц. У нас самая большая проблема – это юстиция. И те люди, которые ее разрушили, сейчас им подняли запад. То есть, вот абсурдная ситуация. Вот у нас есть нормальные отрасли. Медицина. Там хорошие врачи, на самом деле. У нас хорошая медицина была в свое время. Им запад не подняли. Хоть поощряйте их, этих ребят, которые работали на государство, что-то делали. Хозяйственность работает. Люди нас кормили. Сейчас люди, которые работали там, получают 2 тысячи лей. Пенсию. А вот те, которые уничтожили это государство, это юстиция. Судьи, прокуроры. Огромные пенсии получили. Мы им же, вот этим, которые уничтожили, подняли зарплаты и пенсии. И они еще не рады. И продолжаем их стимулировать. И они еще не рады этим пенсиям, и эти судьи подают в суд и получают еще больше. Я не говорю о том, что их не нужно поощрять и поднимать зарплату. Но нужно их очистить. Те, кто это все уничтожил, которые заставили нас жить так, как мы живем, их убрать. Убрать, а большую часть посадить, на самом деле. И потом поднимать зарплаты молодым судьям, прокурорам. Ну, не забывайте о учителях. А вот почему тогда у нас сегодня не убирают судьи? Вот всем известны эти персонажи, их целые списки можно было. Мы их приводили, эти списки. Почему их не убирают? Почему их не устраняют? А по одной простой причине. Потому что есть родственные связи. Кто-то кому-то куметру. Кто-то кому-то финнанаш. И эти связи очень хорошо держатся. Вот мы приводили вот этого мандру. Вот у него его кум Плешко, бывший руководитель опела. И он Друцца, бывший руководитель высшей судебной палаты. Поэтому он и легко уходит от уголовного следствия. К сожалению. Так оно и будет. А есть другие куметры друг у друга. И это происходит уже очень давно. Так оно и будет. Нет, а это нужно запретить. Непотизм нужно запретить. Ну вот так вот. Если ты в 25 лет хочешь стать судьей, то ты выбираешь для себя. Либо у тебя будет 25 куметров, если для тебя это важнее, но ты не будешь судьей. Либо ты будешь работать судьей, будешь заботиться о своей репутации. Ну, ты не будешь посещать куматрии. Ну, смочит красиво, но, к сожалению, больше такого не будет. А вот такого не будет, потому что у нас балаболы пришли к власти. Они хорошо, красиво говорили. Но в последнее время даже говорить у них уже красиво не получается. Уже все смеются. Павел, на сегодняшний день могу сказать так. Поговорка, это избитые фразы. Знаете, почему они не хотят? Мое личное мнение. Потому что боятся, вот когда будут проводить реформу, реформу очередную, да? Честные люди, честные люди, чтобы не выйти на самих себя, как преступление говорят. Как расследовать преступление? Опасаются, что выйдут сами на себя. Послушайте, у нас система подготовки судей, мы уже говорили, по-моему, не такая, как нам рассказывают. У нас состязательности в судах нет. Судья не слушает адвоката. Да, адвокат статист чаще всего. Прокурор говорит, что хочет и делает, что хочет. Я присутствовал в одном суде, при котором потерпевший после вынесения приговора оправдательного для человека, он просто суде говорил в лицо, говорит, мы тебя найдем, лишим здоровья. А он был, этот человек, в погонах, хотели посадить фактически невинного человека. Это я помню, это я знаю. Споров здесь нет. Я, например, за то, да, то, что было объявлено в юстиции, хотя бы исполнилось 10%. Туда вбуханы сотни миллионов долларов в эту реформу. Кроме бумаг, ничего нет. Исполнение закона. Нет, есть издание. А? Новое издание, новая машина. Это вы хорошо имеете. Крест подосудить. Вам не обидно, как адвокату, что вы присутствуете в суде, не в том плане, в котором есть у вас адвокатуры, где объявлено и постоянно говорят по телевизору, когда выступают наши министры юстиции и так далее, что у нас адвокаты и судебные прения происходят при состязательности сторон. Вам не обидно? Ну, не обидно, это очень мягко сказано. Ну, вот скажите, как вы считаете, вы не один адвокат такой. Ну, к сожалению, очень много адвокатов уже стараются даже не участвовать в этих делах. Просто мне уже, я по-человечески чувствую себя неудобно, когда я прихожу в суд и вижу лица тех же судей, которые при мне нарушали законы не раз. Вот многоизвестная Оксана Рома. Этот судья только, я участвовал в трех делах, по которым уже было вынесено финальное решение, и ее решения были аннулированы. Она сажала людей на 20 лет. Вот дело Заболотного. Там дали больше 20 лет. Именно она изменила приговор первой инстанции, она добавила еще от себя. Это дело было про ей. То есть это дело было аннулировано, ее решение. Группа Петренко. То же самое. По краже миллиарда она сделала то же самое. То, что она удаляла из процесса адвокатов, штрафовала. То есть, ну, по полной. Я другого слова, как беспредел, назвать не могу. Это прямое преступление. А как социум? По инвестиции. Как социум? И теперь она еще работает. То есть этот человек, который только в примене, то есть моим участием, вынесла три незаконных решения, по которым она лишила свободы людей на долгие годы. Деда миллиарды она там дала 18 лет. Заболотом 23, не ошибаюсь. Вам тоже там дала сроки. Да, условно. И это было все аннулировано. А почему она спешит лишить свободы ЦУЦу в деле по убийству Веретко? Ну, так я же опять возвращаюсь, то есть, что мы начинали. Это член той же преступной организации. Значит, смотрите, насколько я понял, у нас, с ваших слов, существует группировка судебная, да? При которой, при любой власти будут выгодны властям. Значит, партия, которая сейчас владеет всей полнотой власти в республике, держит этого человека на подхвате. Они даже не держат их. Уровень судей и прокурора, чтобы вы понимали. Им даже звонить уже не надо. Они сами выявляют людей, которые плодят в власти. И исполняют это уже по своей инициативе. Даже не звоняя власти. Он всегда имеет того, кто должен будет исполнить. Это касается всех силовых ведомств. Всегда сбоку они находятся, при любой власти. Безусловно, сейчас есть влияние власти и всем известным... Вот давайте уйдем. И в том же апелляционном суде. Новый у нас министр сельского хозяйства. Вы в курсе? Да. Он работал в сельском хозяйстве? Да. Он специалист, скажем так. Давайте я серьезно спрашиваю. Нет, специалист. Да, он заканчивался, не ошибаюсь. В этом направлении. Это его тема. Он заканчивал. Вообще-то он заканчивал Ленинградское военно-политическое училище ПВО СССР. Так, для начала. Слушайте, а какая разница, кто его... Сегодня многие возмутились. Да потому что кушать помидор я не буду молдавских. Опять будут турецкие кушать. Правильно. Они как минимум кушают. И причем, и самое интересное, что... Они как минимум кушают. Я знал. Не важно, кто будет министром сельского хозяйства. На какие помидоры будем кушать. Нет, я не помидор. А чем? А более? Да. Не важно, кто будет министром сельского хозяйства. Не сам такой вариант. До тех пор, пока государство не защищает своих производителей. У него есть еще и свое второе образование. Фермер. И он... Давайте его оставим в стороне. Давайте его оставим. Все равно кушать не будем молдавские продукты. Проблема в том, что государство не защищает своих производителей. Если бы в этой стране были государственно-мыслящие патриоты во власти, они бы давно запретили импорт страну всех овощей, фруктов, которые мы производим. Да ладно? Можно только те, что на пальме растут и все. Этого не происходит. По одной простой... И наших производителей не субсидируют. В отличие от тех же турков или тех же продукций из Европейского Союза. Их фермеры, им не страшно, когда там повышается топливо. У них процент лизинг на сельхозтехнику, знаете какой? Один процент. Который они не платят. И наши фермеры, которые стонут. Которым не дают ни солярки. Если дают, то только дают своим. Которые покупают технику, эту сельхозтехнику завозят по таким пошлинам, как будто мы защищаем свой агропром. А вы знаете, что турецкая продукция не облагается пошлинами. Правильно. Знаете, да? Правильно, потому что задача идет на то, чтобы просто уничтожить местного производителя. Чтобы люди просто разбежались уже из этих сел. Здесь человек занимается сельским хозяйством. Он сказал, мы же подписали с международным валютным фондом, с международными организациями торговли внешне, что взаимобложения нет. Я задал вопрос, говорю, но мы-то не поставляем в Турцию помидоры? Какое-то взаимное. А это началось в 93-м году. Завоевание молдавского. Нам никто и не запрещает поставлять помидоры в Турцию. Производство нашего помидора намного дороже, чем турецкое. Конечно дороже. А вот из-за чего? Вот тут надо уже как-то выявлять эти моменты. И здесь еще проблема. Объедели дальше, подожди, что у нас сезонные продукты. Выращивая на открытом воздухе. Да. А вы верили, что в Турции круглый год они в парниках? А что, у нас в парниках нельзя это делать? У нас были в 90-е годы хорошие. А попробуйте, с тарифами на газ сейчас в парниках что-то делать. Есть система, которая была применена там, где Каля-Басараби, там парники были. Это ближе к дороге. Стоит аппарат и гоняет с большой мощностью воду, которая нагревается при нагнетании. Отопление уже идет зимой. Здесь же, когда избыточное давление, выходит водичка, та, которую гоняют. Это и орошает. Все там, хотя такие трубы были, это в советское время. Все умерло. Умерло везде. В Турцию летишь на самолете приземляться в аэропорт, смотришь. Бог ты мой. Одни парники. Вы летали в Турцию? Конечно. Видели, да, когда уже на приземлении идем в Турцию? Да, что интересно, там чернозема нет. Да, в Израиле тоже чернозема нет. Камни и песок. Да, и у нас, кстати, израильскую клубнику в этом году продавали весной. На камнях и песке. В Молдове, да. Но когда приехали израильтяне и сказали, мы всю вам технологию продали, они же продали технологию капельного оружия. Это юг процветал бы. Процветал бы. И где оно все? Нема. Гидросистема уничтожена. Здесь вопрос в другом. Что государственным деятелям выгодно уничтожать то, что есть здесь. И давать импорту. И импорту дорогу. Вы с этим боретесь? Потому что импорт – это мешок денег, который заносят в нужные кабинеты. И им все равно на наших производителей. И все равно за качество этих посправляемых продуктов. А что касается факторов МВФ и так далее, об этом все можно спорить. Торговаться, договариваться. И можно вести протекционистскую политику для своих производителей. И можно находить деньги для того, чтобы помогать нашим фермерам и вводить субсидии. Все можно делать. Просто для этого нужно желать. А когда люди, которые принимают решения, они хотят ездить на Майбахе, любовницы подарить Порш Каен, сыну квартиру в Лондоне и так далее, и так далее, то, конечно, у нас не будет нормальной политики, у нас не будет ни субсидий производителям. Будут зато кассовые аппараты по откатам выдавать. Вы понимаете, единственное, к чему подводят ферму. Вы знаете, вот вы как адвокат, у нас в законе же нет продажи земли иностранным гражданам. Нет вы. Нет. Тенденция идет к тому, когда уничтожаешь местного производителя, в это время подводится что? Закон о продаже земли. И тогда начнутся инвестиции в сельское хозяйство. Но уже фермеры, продавшие эту землю, потому что будут давить, я думаю, как всегда принято в Молдове, работать там за зарплату. Все. Да, возродят здесь агросектор. Если мы сами не можем. Мы сами можем. Просто нам не дают. Просто не дают. Молдаване ценятся как работники. И в Москве, и в Италии, и в Германии. Везде. И везде мы можем строить. И все у нас, и дороги в том числе. А в Молдове не можем. Почему? Потому что здесь чиновники, здесь государство, которое у нас есть. В этой красивой стране у нас есть плохое государство. Неправильно созданное. С плохим, с гнилым фундаментом. Оно мешает людям, трудящим. Как это изменить? Оно помогает контрабандистам, барыгам, коррупционерам. Нужно строить заново, заново новое государство создавать. Новый фундамент. Тогда нужно все разрушать. Новые суды, новую полицию создавать. Все разрушать надо. Ну, разрушать в том смысле, выгонять вот этих всех, которые засиделись. Оставлять нормальных, а все, кто засиделись, все, кто уже купаются в роскоши, их просто нужно выгонять, а еще лучше сажать с конфискацией имущества. Последний законопроект. То, что я вам говорил. Неотвратимость, наказание. Обоснование повышения. Автогражданская ответственность на 36%. В этом году, когда я проходил техосмотр, я взялся за голову, сколько мой автомобиль стоит. Я даже не знал, что было уже повышение. Сейчас еще на 36%. Вот у меня вопрос. Там базовая ставка, если не ошибаюсь. Это способ выкачивания денег. Не тысячу лет, а тысячу триста, если не ошибаюсь. 1350-1500. Базовая ставка, пойдем. Базовая. Но они дают разрешение торговать им, страховым компаниям, которые имеют частный капитал. Да, конечно. Я заплатил за частному капиталу, за ТО. У нас дороги хорошие? Вот так, мягко задал вопрос. Автобаны просто. Просто автобаны. С кого, если у меня колесо попадает в яму, с кого я должен требовать компенсации? Господин? В дорожных службах. В дорожных службах. У нас есть примеры такого? Были, если не ошибаюсь. В Кишиневе, если кто-то попал, если не ошибаюсь, человек попал в канализацию, разбил диск и колесо, и он выиграл. Тут надо будет доказать просто свой ущерб, сколько стоит этот диск, сколько стоит этот колесо, работа. В принципе, были такие случаи, прецеденты были, и люди выигрывали. Редкий прецедент. У нас же не прецедентное право. И это длилось лет 5-6, если не ошибаюсь. Миним. Ну, так где-то. Если я вот этот единственный случай, я слышал где-то, читал это. Ну, это было лет 5 назад, опять же. Я говорю, у нас, я говорю, не американская система. Прецедентного права у нас нет. Хотя я сторонник прецедентного права. Тогда бы судям развязали руки. Ну, кстати, одна из идей, которую мы продвигали, вот смотрите. Или бы завязали руки, скорее. У нас есть 600 судей, да, и со всеми ними сложно там разобраться и так далее. 400, да, 600 прокуроров, 400 судей, всего там 1000 человек. И со всеми 400 судьями сложно сразу всех поменять. А менять там нужно, ну, две трети судей точно менять нужно. Но у нас есть высшая судебная палата, Верховный суд, да, где гораздо меньшее количество судей, сейчас там тем более еще их сократили. Вот давайте наведем порядок в высшей судебной палате. И введем элементы прецедентного права, что решение высшей судебной палаты по такому-то прецеденту, оно будет обязателен для нижестоящих инстанций. И пока вы будете наводить порядок и менять судей в апелляционных и районных судах, у вас уже будут хоть какие-то решения, на которые люди смогут опираться. Потому что я понимал, что такое раньше было. Был бюллетен Верховного суда. И там были все решения опубликованы выше Верховного суда. И вот все судьи потом были в принципе обязаны ориентироваться. А мы должны обязать, чтобы было действительно. Тогда мы должны переходить к американской системе. А у нас уже есть элементы прецедентного права. Решение СПЧ, на которые ссылаются в элементы. И СПЧ и так далее, это не соответствует кому. Это должно произойти к законодателю. Ну конечно. Если этого нет такого слова элементы. А есть еще другой вопрос. Вот у нас очень часто приговоры, которые выносят судьи, они вообще никак не резонируют с тем, как представлять себе справедливость в обществе. Ни законодатель, который принимал этот закон, по которому якобы судья выносит решение. Ни общество в целом. То есть судья выносит решение, а все в шоке с этого решения. А знаете почему? Потому что вот эта закрытая каста существует. И люди, которые, они не имеют рычагов для того, чтобы тоже участвовать в правосудии. Как это из других стран. Избирают судей. Почему мы не можем избирать судей? Почему бы не? Я говорю, американские системы. Где сами люди участвуют. Не только в американской системе. Суд присяжных есть не только в США. Есть и в Европе, и даже в России есть суд присяжных. Когда люди избранные из общества. Избиратель, кстати, посудимый с адвокатами. В советское время был народный суд, где был профессиональный судья и два народных заседателя. Вот суд присяжных. Просто у высеченных. Подобие советского суда. Но это было правильно. И это правильно сейчас. Там же должно быть единогласное решение. И это правильно сейчас. Потому что сегодня мы, граждане страны, мы никак не можем повлиять. Ни наши представители. Ни на что? Ни на какое-то судебное решение. А на расследование прокуратуры повлиять можем? Можем, если есть деньги. Ну вот Виктор Мондрова повлиял же. У него обыск провели. Его даже не задержали. И не только и не год. Все остальные депутаты. Вы знаете, час двадцать это не час. Потому что беседа вообще-то интересная. Можно и поспорить. Вот адвокат нужно в дипломатическое корпус его направить. Господин Руденко. Ну так как у него русская фамилия. Украинская. Ну. Я советский был рожден человек. Советский. Руденко. Ну был припрос. Ваш однофамильец. Да? А ну-ка давайте вспомним. Это его слова. Чтобы не выйти на самого себя. Ну это приписано. Приписано. Я говорю, что просто я переиначил, но смысл сохранил. Фамилия хорошая. Дипломат вы уже, я думаю, готовый. Вот. Может быть будете привлекать инвестиции в Молдову. Будучи дипломатом, послом. Но послы у нас все занимаются собой. Утром встают, смотрят в зеркало и говорят. Как хорошо, что я получаю хорошую зарплату, оформляя в консульском отделе кому-то паспорт, заработаю еще денег. И вот так мы живем. Ладно. У нас, кстати, есть... Находя звенья. У нас, кстати, есть пример. Вот еще один депутат-перебежчик из ЛДПМ, Семен Плешко. У него случился трагический случай. Один сын убил другого. И знаете, какое наказание понес его сын за неумышленное на убийство? Он работает в посольстве в Турции, кстати. До сих пор. Слушайте, водителем он работает. Нет, он работает атташе там. Он не водителем. Военный? Или по культуре? Нет, кажется, по прессе. Пресс-атташе. Все-таки военный лучше бы вышел. Ну, может быть... Военный атташе Молдавии в Турции звучит как-то смешно, на самом деле. Ну, там есть разведчики. Там есть и военные. Разведчики, подготовленные в Соединенных Штатах Америки. Нет, я к тому, что дипломатической миссии даже, в принципе, преступник... Если мы будем вести программу на одних примерах, просто никто смотрит. Молдова – это страна в больших возможностях. Видите, преступник может даже работать в посольстве. Слушайте, я знаю, сколько их работает в силовых ведомствах по вашей идее. Ладно, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что мы поговорили. Господин Владимирович, пожалуйста, подал заявку. На оценку его деятельности и стал дипломатом. Мне бы с адвокатурой закончились как-то. Будете за границей начальником юроотдела, посольством. Будете слились за ними, за всеми. Ну, а нашим телезрителям сегодня пятница. Скиньтесь с соседями деньгами, если есть. И сходите в кафе попить кофе. Денег хватит только на это. Все вам доброе счастье, любви. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон»!» Боже cat, будь ходит, мясо и «Симон»! Вот рыбкий кончик, понимаем. Продолжение следует...